В школах есть необходимо. Разными словами, но одну истину проговаривают участники пресс-конференции, посвященной школьному питанию. С этим не спорят и родители, выкладывая каждый месяц за одного ребенка больше полутора тысяч рублей. В меню первое, второе, третье и компот. Иногда с десертом или фрукты. В день такой набор обходится от 65 до 70 рублей на человека. В этом году у нас новшество такое, что родителям было предложено самостоятельно выбрать один из вариантов меню. То есть обслуживающие организации разработали не менее трех видов меню. И родителям было предложено выбрать тот вариант меню, который бы они хотели, чтобы дети получали. В самом, так сказать, дешевом меню меньше разнообразия. Или, например, на тарелке окажется минтай, а не китай или горбуша в более дорогом варианте. Вот только большинство в этом выборе участия не принимает. Виды меню рассматривает родительский комитет. Со всеядными детьми проблем нет. Но с каждым годом, признает директор школы, вкусовые предпочтения у школьников меняются все больше. И дело не только в том, что дети привыкают к домашней еде, которая так сильно отличается от столовой. Привычки детей и родителей, или только детей, они вот очень странно. Все время на нас отражаются. Например, когда дети заходят и раз в неделю видят на столах макароны с колбасными изделиями, я слышу дружное раскатистое «Ура!» от всех параллелей. То есть почему дети этому радуются, мы не понимаем. А вот когда рыба, ее умеют есть не всех, к сожалению. То есть дети не хотят ни разбирать ее, даже когда нет костей, и она у нас филированная. Даже когда рыбные котлеты не любят и очень трудно с этим работать. А в рыбе фосфор. А развивающемуся уму, пытливому, нужен фосфор, мы знаем, по всем определениям. О вкусах, конечно, не спорят. При этом соглашаются участники конференции. Многие ученики оценивают школьные блюда как невкусные. Неудивительно раскрывает рецептуру поставщик питания. Оказывается, она практически не изменилась с советских годов прошлого века. Но работать сейчас все же приходится по установленным нормам, которые разрабатывает Институт питания. Детей, которые еще не совершеннолетние, у них должно быть щадящее питание. Это что? Должно быть вареное, запеченное. Ни в коем случае во фритюре. То есть, как мы с вами привыкли, например, рыбка жареная вкусна. Да, конечно. А в школе нельзя. Если положено, например, на кашу 5 грамм масла, сейчас это не увеличится. И лишнее масло, оно в любом варианте, оно повлияет на общую калорийность. А общая калорийность, оно так или иначе повлияет в какой-то мере и на здоровье. Поэтому при приготовлении блюда не добавляют перец, минимум соли. Этих приправ не найти и в школьных столовых. И все же в этом году около 60% всех учеников едят в образовательном учреждении. Количество из года в год не сильно меняется. Но вот все ли съедают дети и сколько еды отправляется в мусорный бак, на пресс-конференции ответить не смогли. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Большое спасибо. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антенна 7.